Продолжать молиться. Давайте возмыслить свои голоса. Господь, ты сказал свое слово. Мы пели песню. Мы пели песню, и ты сказал свое слово. Для меня, для моей ситуации. Ты это уже сказал. Это уже свершилось, Господь. Давайте продолжать молиться. Давайте пребывать в Божьем присутствии. Давайте закроем свои глаза и поднимем руки, Господь. Отец, ты уже сказал свое слово. И все проблемы поверх позору. Ты восторжествовал над ними, Господь. И я прошу, Господь, чтобы ты нам давал слово, которое на устах наших, Господь. Ты уже их сказал, Господь. Ты вызвал это свое слово. И была твоя сила. Она есть здесь, на земле. И мы хотим получить это слово для своей ситуации, чтобы оно было на наших устах. И тогда это слово, которое было сказано, которое уже было провозглашено, которое уже ты сказал, ты сказал, свершилось, но нам не всякая власть на небе и на земле. Ты это уже сказал. Других изменений не будет. И, Господь, я прошу, чтобы ты дал нам слово. Ты дал нам слово для нашей ситуации, Господь. Чтобы преодолеть ее. Чтобы взглянуть на эти вещи твоими глазами. Отец, я прошу тебя. Если у тебя нет слова, ты можешь вспомнить то чудо, ту ситуацию, которая была когда-то в твоей жизни. Это твое свидетельство. Это то свидетельство, о котором мы говорим здесь. Это как фундамент твоего сегодняшнего дня. Я прошу тебя просто вспомнить. Вспомнить, Господь. Просто как памятник напомнить во имя Иисуса Христа то, что ты уже сделал в твоей жизни. Не имеет значения, сколько лет. И поблагодарить Господа за это. Отец, я благодарю тебя. Давайте молиться, друзья. Давайте молиться. Отец, я благодарю тебя, Господь, за то, что ты сделал в моей жизни. За то, что ты спас меня. За то, что ты стоял и стучался в сердце моего сердца. В сердце моем. И я услышал твой голос. Я отвлекнулся на твой призыв. И ты вошел, Господь, и ты вечеряешь со мной. Ты прихываешь во мне. И ничто не может изменить. Отец, я благодарю тебя, Господь, за это свидетельство. Я благодарю за то, что я живой. За то, что я был исцелен от твоей болезни. Я благодарю, что могу приходить и славить тебя. Благодарить мое сердце, оно полное благодарности. Потому что благодарность это то состояние, при котором многие вещи уходят на второй флаг. Отец, я благодарю тебя, Господь. Я благодарю за то, что ты уже сказал свое слово, которое на моих устах живет, в котором нет ни тени перемен твоим Иисусом Христа. Аминь. Спасибо большое. Спасибо прославлению. Братья и сестры. Я счастливый человек. Нам поет. Дочь играет. Просто. Это не по моим заслугам. Это просто божий дар. Друзья, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо вам, что вы пришли сегодня. Спасибо пока, ладно? Я сегодня буду рассказывать, проповедовать, делиться своим сердцем и название данной... Спасибо всем. И название данной проповеди «Наше жительство на небеса». Я не знаю, знаешь ли ты, ощущаешь ли это и в чем ты живешь, но тем не менее, это буквально, это местописание. Это филиппийцам 3.20. Опа-на. Филиппийцам 3.20. Теперь моя дочь еще сидит, набирает. Филиппийцам 3.20. Наше жительство на небеса. Буквально. Спасибо. Кто смотрел проповедь, слушал ее, видел ее, я ее десятки раз, наверное, слушал, видел Грэн Кук у нас вот есть на наших страницах. Кто вообще видел, у кого растяжки появляются, поднимите руки на сердце. Ты уже кипишь буквально, три человека, ну не все, но я правда, я посмотрите, она есть, она во всех наших группах. Если у тебя нет группы, включи свое имя в эту группу, там есть некоторые проповеди, и одна из них, это Грэн Кук, Безумная Любовь называется, и я слушал ее, и просто Господь берет, и Он иногда растягивает наши сердца, потому что мы привыкли быть концентрированы вокруг своих проблем, каких-то своих переживаний, ни в коем случае, никого в этот круг доверия не запустить. Я вижу, как Господь, Он просто берет и растягивает. Он растягивает наше сердце, Он растягивает свое доверие, Он восстанавливает доверие, и в этот круг нашего доверия приходят люди, и вместе с этими людьми приходит Господь, и я, у меня трещит кое-что внутри меня по швам, слава Богу, и я очень рада, если это будет трещать и у тебя, потому что я верю, что это то, о чем Библия говорит, что Бог начал в нас доброе дело, и Он его будет доделывать до конца. Ты можешь думать, что это приятно? Это приятно, но треск, но треск происходит, слава Богу. Итак, наше жительство на небесах. Ефесянам, 2 глава, 19 стих, Коля, тебе придется быстро работать пальцами. Ефесянам, 2 глава, 19 стих, там написано, Итак, мы уже не чужие, мы не пришельцы, но сограждане святы и свои Богу. Итак, мы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане. Сограждане, я, как ты можешь переводить, в речь идет о гражданстве. То есть, твое гражданство на небесах. Парадокс, ты ходишь по этой земле, ты ходишь в этом обществе, но ты не можешь быть пропитан традициями, правилами, устоями этого общества. Ты можешь послужить этим людям, и Господь этого желает, чтобы ты поделился тем, что у тебя есть, то, что ты получил от Господа, когда ты являешься гражданином Божьего Царства. Аминь. Только так. Кстати, можно Аминь говорить, когда согласны? Вот, вы меня поддержите. Правда. Мне сейчас нужна очень поддержка, потому что я вне череды служу, и то, что будет в среду, я вообще не об этом даже не хочу говорить. Но правда, мне нужна ваша поддержка, поэтому, если ты хотя бы согласен с этим местным писанием, что это не я придумал, кричи Аминь. Аминь! 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 Речь идет о гражданстве. Мы сограждане святын и свои Богу. Ефесянам 1 глава, 5 стих. Я решил несколько мест в Писании просто положить вас на лопатки и убедить в этом. Он предопределил усыновить на себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Это не ты своими усилиями, какими-то потугами. И проснулся и думал, да хватит жить как попало, буду жить как придется. И вот... Господь, где ты? Возьми меня, я хороший. И Господь посмотрел на тебя, ты попал, как бы там, не знаю, на кастинг такой. И, скажем, взяв среднее арифметическое из всех людей, ты 51% вроде нормальный взял. Бог, Он решил, что без тебя Он не может. Он решил так, Он принял такое решение, Он заплатил за это колоссальную цену, чтобы взять тебя, взять тебя из той ситуации, где ты был. И это на самом деле место нашего свидетельства. Я расскажу, как я пришел, как я увидел Христа. Он взял меня из моих обстоятельств, у каждого из нас эти обстоятельства были разные. И Он просто принял меня. Он решил нас усыновить себе через Иисуса Христа. И я не знаю, что ощущаешь ты, что чувствуешь ты, но ты сын, и ты дочь. Аминь! Аминь! Спасибо! Спасибо у нас! Итак, мы живем здесь на земле, но мы являемся гражданами другого царства. Первая Петра, первая глава, девятый стих. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, взятый в удел. Аминь! Убедил! Библия о тебе говорит, что ты гражданин небесного царства. Аминь! То есть, вот здесь начинается самое интересное. То есть, здесь мало этого знать. Ты можешь знать, ты можешь выучить, ты можешь записать, но это у тебя есть в разуме. Мы все знаем правильный ответ. Вот, правда. Сейчас задай вопрос, моментально ответим. Но вопрос в том, исходя из какого знания мы поступаем. Здесь, знаете, такой возникает момент истины. То есть, я знаю, что я царственное священство, что я человек взятый в удел, и мое жительство, оно на небесах. Но у меня есть здесь вызов, жизненный вызов сегодняшнего дня. Что самое интересное, забегая вперед, я уверяю тебе, что вызов сегодняшнего дня я тебе по силам. Мы обмануты, я вам правду говорю, мы обмануты, мы начинаем думать о завтрашнем дне. Я не о легкомыслии, ребята. Я о переживаниях завтрашнего дня. То есть, у тебя сегодня рядом сидит ребенок. Я вчера готовился к проповеди, сын влез в мой распорядок, пришел, сел на колени и, казалось бы, мешаешь. У меня все основания есть сказать, ты мне мешаешь. Я в проповеди готовлюсь. Ну, понимаете? Но я понимаю, вызов сегодняшнего дня мой сын, единственный. Он пришел ко мне, он почтил меня, он все ко мне на колени. Я вырасту, я буду мечтать об этом моменте. Но я почему-то переживаю, что я буду говорить завтра. Видите, что так говорю уже? Я просто говорю, что Библия говорит, не заботьтесь ни о чем. Но завтрашний день в нем будет достаточно заботы о завтрашнем дне. И в этом моменте мы где-то ворованы. У нас есть вызов сегодняшнего дня. Это может быть, например, у тебя есть, как покушать, только на сегодня. У меня были такие ситуации. У меня были такие ситуации. У меня были ситуации, когда у меня было вызовы, так достаточно. То есть, это не хлеб там, с маслом, да? А достаточно. Но только на сегодняшний день. Я переживаю, что я буду есть 13 февраля. Да какая разница? Ты сегодня возьми, поедь, жена еще... А тут еще почему-то, Господь, мне кажется, это благоугодное дело, еще и жена подходит, говорит, Володь, хочу в кино пойти. Я верю, что это вот и есть самые те растяжки, которые Господь, он берет наши вот эти меха, молодые там, я не знаю, он их берет и растягивает, Володь, помимо того, что ты еще сейчас пиццу пойдешь, закажешь. Я так делал, шел, показывал три пиццы, вечером жену в кино, я вообще не понимаю эти фильмы. Я вырос из старых советских фильмов, черно-белых, а тут какие-то там водные мэны, там, супермены, я понимаю, что раз наш кинематограф снимает такие фильмы, значит, нас же общество больно. Ну, хайкадиди, это мое откровение. Мало того, что, я понимаю, раз они это едят, раз это в рейтинге, и есть большой отзыв, говорит о том, что, к сожалению, кинематограф выдает то, что мы просим. Два фильма за последнее время, которые мне более-менее понравились, которые хотя бы тебя наводят на хорошую мысль. Могу сказать, но я не знаю, как это нормально делать. «Зеленая книга», вот достойный фильм, который тебя действительно хорошему к чему-то хотя бы задуматься о том, что ты ценишь человека. И тоже классный фильм, там, «Форд против...» «Понифераерра-2». «Понифераерра-2». Как обычно, мы так привыкли, наше общество, к сожалению, привыкло поступать так, и ты убежден, что это нормальный ход, то есть вот, либо взять, сказать, а гуляем на все две тысячи рублей, три пиццы большого диаметра, и кино, я не о себе, я, ну, это, последний день у меня были деньги, это, у меня есть деньги, просто, просто, я тем самым, знаете, мы, но поступать, то есть из страха, как обычно, как все, и, как правило, в этом нет никаких усилий, то есть ты поступил, как всегда, по обыкновению века всего, который катится, сами знаете куда, либо, как новое творение, о котором Господь мечтал, вступить в неизвестность, и я тебе скажу, твой трепет, когда ты выходил сегодня свидетельствовать, не уверен, а надо ли, а вдруг я скажу не то от волнения, а вдруг я заплачу, друзья, свидетельствуй. Выходить и свидетельствовать, если у тебя есть твое свидетельство, я, можно расскажу о своем свидетельстве? Спасибо вам, вы потрясающе, я люблю вас, я правда, мне позавчера пастор позвонил, говорит, один болеет, другой в Америке, третий, не знаю, работает, Володя, тебе говорю, я говорю, я позавчера говорил, а в среду мне в Хабаровске говорить. Володь, ну, вот был выбор, хочу, чтобы ты. То есть, понимаете, у нас не будет удобного, благоприятного времени, когда ты скажешь, да я готов, да я наполнен, у меня деньги есть, твой высад всегда будет тебе неудобен. Понятно. Всегда. Но у тебя всегда будут силы, это у меня, потому что так, для первого шага. Аминь. Аминь. И тебе, Господь, Он тебе не говорит, сделай 99-й шаг, Он тебе говорит, сделай первый шаг. Позвонить другу, позвонить сестре, купить пиццу, детям это важно, поэтому играет на фортепиано. Понимаете? И я тебе скажу, Бог не дает сверхсилу, он не дает испытаний, он мне не говорил миллиарды куда-то пожертвовать, потому что мне их нет. Понимаете? Он мне говорит там тысячу, две, три, то есть то, что мне по силам, по сути. И здесь, понимаете, такой шаг в неизвестность. Этот шаг, он всегда будет в твоей христианской жизни. Я убежден, что христианская жизнь, она потрясающая, она феноменальная, она тебя захватит, и ты не будешь ее отделять, это христианская жизнь, до 4 часов дня. А после 4 часов дня, это моя личная жизнь. Да ты спать иногда не сможешь. Тебя Господь иногда будет поделиться с тобой, сказать, ой, любимчик мой. Просто почему? Потому что мы усложняем жизнь. Наша религия, наши ошибки, наша опытность, когда мы открывали свои сердца, и кто-то в это сердце, скажем так, нехорошо выразился, и мы приняли решение закрыться, ни в коем случае не свидетельствовать. А вдруг надо мной будут так же смеяться, как смеялись в первом классе, когда ты 2 плюс 2 сказал 5. Понимаете? Нет, я лучше пересижу. Но, друг, я тебе уверяю, что если в твоем сердце есть желание свидетельства, если в твоем сердце есть желание дать славу Богу прилюдно, он никогда. Это твоя ступенька, это твоя победа, потому что ты не знаешь, что тебя ждет завтра. Я, правда, я не знал, что меня ждет завтра. Оказывается, я здесь должен стоять. И у меня нет возможности, знаете, быть в плоти, быть в сомнениях, быть в страхе, либо не быть. Почему? Потому что я просто так же, как и ты, отвлекнулся на призыв. И вот этот призыв, он есть, он написан, иди проповедуй Евангелие всей твари. Кто будет веровать, спасен, кто не будет веровать, он будет осужден. Осужден, понимаете, и я убежден, что у Бога есть вызов сегодняшнего дня, и у Бога, у Него не остается ни одно слово без дела. С Его словом так написано. Высвобождена сила для Его исполнения. И оно Господу, когда Он сказал, и мы так писали, слово Твое на устах. Нет, Бог когда-то это слово сказал, оно у нас в Библии записано, но это слово Твое на устах. Когда ты пропитываешься, когда перед тобой стоит выбор, поступить как обычно, либо нет, я гражданин другого царства. Я возьму две минуты и просто подумаю, а что мне этому брату сказать, который тебя, например, просто обидел. А надо ли вообще мне на него ругаться, как я привык? И когда в тебе будет происходить, я уверен, что в тебе уже отзывается то, что я говорю, когда ты принимаешь шаг за шагом, маленькие действия, вроде как не значащие ничего, но ты принимаешь их и поступаешь на основании своего сердца, а не разума и опыта. Сердце допускаешь, что это Божья воля. Тогда постепенно ты начинаешь удивляться. Я тебе хочу сказать о твоем будущем. Ты будешь удивлен. Ты будешь в восторге от того, что Бог сделал в твоей жизни. Ты будешь плакать от счастья. Ты будешь плакать от счастья, потому что ты увидишь, как много Бог может сделать для тебя, когда ты открыт для Него. Когда сегодня происходит в нашей церкви, в нашем собрании, сегодня происходит то, мы срываем эти сухучевые печати, которые кто-то запечатал на нашем сердце, просто сказал, не годен в строевой службе, не пойдет, косноязычен, говорить не может. Вы вспомните этот диалог, он всегда остается с нами, этот диалог Моисея и Господа, когда он из стернового куста к нему проговорил. Да не могу я. Ну палка есть, палка есть. Пусть чудеса делает. И тот же Моисей, который открылся на Божий призыв, что он делал в конце? Да в конце он ходатайствовал за этих людей. Сначала ты не соглашался даже сделать шага, как и Моисей, ссылаясь на то, что он не может. А в конце он ходатайствует за народ, и когда Господь ему говорит, я уничтожу этих людей, а из тебя новый народ создам. И Моисей, он настолько проникся, и он говорит, не-не-не, а что люди скажут? А что Египте, они скажут, неужели ты вывел израильский народ, чтобы погубить их в пустыне? Господь, ну да, а сам радуется. И я уверен, Бога тебе радуется. Не позволяй себе оценивать твою жизнь. Пусть у тебя будет отклик на то, что он тебе говорит. Вот это помогает. Знаете, что такое отклик? Это когда Дух Святой нам что-то советует. Сегодня, как подтверждение о том, вот человек сказал об авиации, я тоже скажу об авиации. Я вам скажу, что внутри нас есть помощник, внутри нас есть совесть, она сирх, естественно. И она нам часто говорит, что-то делать, либо чего-то не делать. Это, как правило, тихий голос. Это не такой тоталитарный, я сказал, кулаком по столу. Это тихий голос, который мы можем отодвигать на вторую плану и не слушать. В авиации, приведу пример, есть понятие такое РИТА. Кто знает? РИТА. Речевой информатор. В простонародье, Жека, даже забыл уже. Летик. Речевой информатор. Это в военной авиации стоит на борту самолета. Речевой информатор. Если ты что-то делаешь не так, внутри салона самолета, кабины происходит голос. Там предельная низкая высота. Кстати, женским голосом. Серьезно. И опыт, который был проведен, все пилоты их тестировали, все до единого. Откликались значительно быстрее, была реакция, секунду, быстрее на женский голос, чем на мужской. Сначала записали мужчину. Предельная высота. Недопустимый угол атаки. Предельный угол атаки. То есть это когда самолет, если ты не вывернешь, он просто напыску свалится и упадет, может разбиться. Правильно, нет? И вот этот голос, он записан с женским голосом. Пилоты самолетов назвали его Рита. И внутри нас есть такой же. Когда мы что-то идем, когда мы упорствуем, не покоряемся истине, внутри нас, Володенька, предельная высота. Женский голос. Женский голос. Аминь. 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 Марина. Марина. Я там, у меня получилось там это, ну, вот, отвоевать в высоте. Слава Богу. Вы знаете, самое интересное здесь что происходит? Обновление ума. Аминь. Об этом Павел неоднократно писал. Ефесянам 4 глава, 23, 24 стих. Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека. Парадокс, то есть ты сидишь старый, руки те же, ноги те же, а внутри тебя новый человек. И опять-таки тот же выбор, куда умеешься поступить, как все, либо как подсказывать твой опыт, как твои эмоции. Либо спросите. Я уверяю вас о себе. Вот на прошлой неделе еще и тетенька покаялась. И вы думаете, мы ее притащили целенаправленно, тетенька, на, тетя, 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 тетя и племянница просто, чай пили. Вы понимаете, что когда мы слушаем, когда внутри мы отзываемся, тогда даже не надо усилий никаких по сути применять. Тогда то Евангелие, та сила Божия, которую он уже дал, которую он уже сказал, она уже высвобождена в твоем сердце. И просто человек сидит, чай пьет. Ты просто принял его, так как он есть. Ты не пытаешься его управлять, ты не пытаешься забрать его из сигареты. Ты просто своим поведением, Бог через тебя, используя тебя, твое сердце, Он открывает ее, и она кается, принимает Евангелие, плачет, тетя и племянница. Вот на прошлой неделе. Не мои заслуги, просто я позволил, вернее, в данном случае жена позволила, у меня дома не было, она позволила просто послужить. И я правду говорю, и мама, и папа, и сестры, братья, племянники, они со Христом, они покаялись. Почему? Потому что я не прикладывал к этому никаких усилий. Вообще, я просто жил, поступал на основании того, то есть я слышал тут речевой информат, речевой информат. Не мешай, не испорь, будь чуток к этой душе. Я у тебя уверяю, что если ты молишься за родственников, возможно, за мужа, если ты стоишь в этом проломе, придет момент, когда ты даже удивишься, ты скажешь, да я вообще не действовал, Господь через меня так послужил этому сердцу, что это сердце само предложило покаяться, само предложило принятие Христа. Мой папа, полковник военный, там настолько была убежденность, что Бога нет. У него было два момента в жизни, он не понимал, как выиграл израильский народ, воюя с тремя государствами, трехдневная война. И все, у него один вопрос был, ну, наверное, раз израильский народ вот так победил быстро всю армию, то, наверное, действительно, Бог с ними. Он принимает просто Христа, когда поезд на перроне уже подходит. Я вообще не надеялся на это, я даже не думал, что это возможно, я не верил. И вот здесь, вот, понимаете, есть понятие уверенность в невидимом. У нас, мы все знаем определение веры, да? Вера. Вера – это уверенность, там, как правильно? Невидимое, может быть. Я записываю, я могу прочитать, но осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот я хочу вам, каждому задать вопрос, лично в твое сердце, что ты ожидаешь? Когда приходишь домой, когда видишь своего мужа, своих детей, что ты ожидаешь? Понимаете, я почему-то всегда ссылался, что ожидание только хорошего может быть. Ну, в Библии же написано, в Библии же все хорошее, все, по граммире в Новом Завете, все хорошее. Я буду ожидать хорошего. И был приступательный момент, что хорошего не происходит, и ты веришь в плохое. Ты едешь домой и думаешь, ужин не приготовлен. Жена не накрашена, и ты веришь, не она. Я вообще говорю, кризис в стране, меня уволят. Я не справлюсь с какими-то кредитами, с долгами, с обязательствами. Некоторые не женятся, потому что уверены, что он не потянет семью и детей. Ну, это правда. Как так? Да что, я сам елю штаны с дырками, и жена кушать будет просить. Нет, ему 50 лет. Он один, он боится. Вот что мы ожидаем? Я просто тебе задаю вопрос. Что ты ожидаешь? Я тебе могу сказать, что ожидаю я? И что говорю я на основании своего ожидания? Я просто благословляю то, что есть. Даже если мой взгляд и мои знания говорят об обратном. Он себя ведет, он не слушается. Я беру и сажаю на колени этого сына и благословляю. И говорю ему, ты самый послушный ребенок. Я в восторге от тебя. Я восхищаюсь тобой. Ты такой сильный. Я так много сказал Насте о ее силе. Я говорю, она чемпион Шоколского района действующий. На третьей тренировке. К ней многие подходили. К ней многие подходили. И спрашивали после последней проповеди. Ты ли? Она испугалась. Просто к ней подходили. Ты ли бегала? Она, оп, я не бегала. Нет, нет. Она. Она просто, я знаю, она с конья подошла, говорит, «Пап, я не знал, что ты проповедовал мне, поэтому я всем отказал». Она чемпион. Третья тренировка. И я правда говорю, когда очевидные вещи произошли в твоей жизни, перелом лицевой кости, понимаете, это страшно, когда у твоего ребенка перелом лицевой кости, когда у тебя заключение врача, а ты еще в этот момент целый день служишь в церкви с 9 утра, до 19 вечера, и завтра тебе еще служить. И тут ты понимаешь, тебе сообщают это по телефону. Вот здесь я был, в этом здании с утра. Звонок папы, у меня кровь из носа идет. Папа, у меня больно, я упал на горки, на льду. И все, и что я? Я могу поступить из состояния страха и сказать, «Ой, я все бросил, люди тут приехали, чтобы я им служил, пусть сами как-нибудь, я подучусь домой». Я не говорю о легкомысленности. Я говорю о нормальном вопросе любящего отца. «Папа, а мне стоит бояться? А что у меня в сердце? А что мне говорит мой речевой информатор, который помогает тебе не сбиться с пути?» А я существую. Не надо паниковать. Все будет хорошо. Все будет хорошо. И я вам скажу, что действительно все хорошо, без заключения врача. Да, козь была сломана, да, были смещением обломков. Но дословно, Иванов, Киру, в вашем случае произошло чудо. Нет смещения обломков, пазухи не забиты, глаз не спался на место, и все срослось. Аминь. Вот она с ней. Рассказать, какая информация была до этого? Вам разрежут глаз, вырнут кость, ставят титановую пластину. Понимаете? А мне вопрос волнует. Ты в церкви служишь, твоя дочь в сборке упала, бросай все. Никаких титановых пластин. Просто. И почему это важно для каждого из нас? Почему я уверяю тебя, что за Божьим Словом есть, знаете, есть, как правильно сказать, за его словом есть действие, за его высказанным словом есть подтверждение, есть доказательство это, есть сила. Это как вот, если взять во внимание деньги, да, вообще по идее деньги, они придуманы как? Так, что есть бумажка, доллар, а за каждым долларом есть золото-валютный запас в стране. Понимаете, да? Это не просто бумажка, да, там, зеленая, а за этой купюрой есть в хранилище определенный кусочек золота, и Шарль Деголь в 1965 году решил идти воспользоваться. Это реальная история. То есть это реальная история. Генерал Франции, президент Франции, действующий Шарль Деголь. А США во время войны очень сильно обогатилась. Молодцы, Слава Богу. Они обогатились, у них выросли количество денег, и они стали печатать деньги просто. Вот штампова, черги, в станок стоит, молодцы, слава Богу. И они напечатали столько денег. Генерал Шарль Деголь недолго думает. Загрузил полный корабль зеленых фантиков, он их сказал, полный. Пригнал его в порт Нью-Йорка, и такой же самолет посадил на аэродром, и сказал, вот вам 750 миллионов ваших денег, фантиков, давайте золото. Знаете, что произошло? Отдали. Отдали. После этого сказали, не-не-не, мы пошутили. То есть они отдали, но после этого они передумали. После этого они... То есть сейчас нет за каждым долларом золото валютного резерва. Нет зла, то не лежит. Но у Бога, то, что Он сказал, подтверждено действием. Бог закрепил это действие. Лежит какая-то закладная. Он сказал слово, закладная есть. И глянь, я говорю, я говорю. Значит, исполню. Просто есть момент твоей уверенности. Есть момент, где приходят твои сомнения. Либо не приходят. И почему это важно? Почему ты пойдешь, и тебя ничто не остановит? Я могу сказать, как покаялся я. Как я увидел. Этот человек даже никогда и не думает, что он мне проповедовал Евангелие. Он даже... Я даже имя его не знаю, если честно. Я вам расскажу просто историю. Это было следующим образом. К сожалению, в местах не столь отдаленных. Это икон номер 36. В городе Балхаша, Карагандинской области я наказание отбывал. И я знал, что в этой тюрьме есть верующий человек. И обязанность этого верующего человека была каждое утро, рано утром, положив грабли, большие грабли на плечо, обходить КСП, контрольно-следовая полоса. Вот он шел, шел, шел. И там, где есть следы, это не в внешнем периоде, периметре тюрьмы, не со стороны свободы. Кто понимает, о чем я? Аминь. А это со стороны лагеря есть КСП, контрольно-следовая полоса. Его обязанность была каждое утро обходить это КСП с граблями. И если есть следы, там солдат прошел, он просто брал граблями и рисовал, собственно говоря, расчесывал землю. Там была спаханная земля, чтобы этого не было. И каждое утро он этим занимался. Ну, по этим следам определяли, кто убежал, он убежал, понимаешь, да? И я смотрел каждый раз, я знал, что он верующий человек, но я удивлялся его добросовестности. Он мне ничего не проповедовал. Он мне вообще ничего не проповедовал. Я был, так как зона, это маленький периметр, ты все видишь, что там происходит. Сел на пенечке и видишь, пошел туда, пошел за этим, в этот завод, и пошел. Видите, что-то ищут, где у колодца, эти в карты играют. Сидишь там и вот наблюдаешь. Срок большой. И я каждый раз удивлялся, почему он это делает. Почему, когда он выходит на этот периметр, он мне сделает просто вид, как мы иногда делаем, что ты что-то сделал. А сам развернулся своими граблями и ушел спать. Холодно же, это Казахстан. Ужас, что-то зимой творится. Он каждый раз обходил вот этот периметр. И когда меня пригласили на домашнюю группу, первый раз в своей жизни, я пошел, потому что я знал, куда я иду. Вот он не знает, я даже не знаю, где он. Он просто был верующий человек, из лагеря в одном знал. Но он обходил каждое утро периметр с краблями, добросовестно. И я, глядя на него, наверное, Бог есть, раз он такой добрый, раз он такой добросовестный. И когда меня пригласили на домашнюю группу, мы собрались там, покушали, молились. Я принял Евангелие там, ушел. И это то, когда, знаете, я вам задавал вопрос, есть ли свидетельство в твоей жизни. Вот у меня есть свидетельство в моей жизни, оно может быть немножко жесткое, но это часть моей жизни. У тебя мягче, слава Богу. Это часть того, с чего я прошел. И то основание, на которое я могу облокотиться, это тот памятник, на который я ставлю ноги, когда в моей жизни шторм и сомнения. Потому что ты в своей жизни можешь спать на корме, как Христос спал, когда они пересекали. Либо ты можешь в святении думать, он не похаялся, денег нет, того нет. И ты обворован, у тебя нет радости и счастья. И вот в моей жизни вот такой памятник, такое свидетельство, такие памятники ставили израильский народ, когда перешли через Иордан. Он сказал, возьмите камни, поставьте памятник, через Красное море, поставьте памятник. Не забывайте об этом, ваши друзья, родственники, дети спросят, вы скажете, а вот здесь было чудо Божье. Чудо Божье в моей жизни, когда я ссылаюсь и могу на него облокотиться. Мое, непридуманное. Статья у меня была 173-я. Покушение на жизнь сотрудника милиции при исполнении служебных обязанностей. Жесткая статья. Я один был на полторы тысячи человек, но на милицию обычно не покушаются. Она может, у нее нет. И вот повезли меня в другую колонию. 16 человек, и я среди них, 16-й. Мы повезли, поехали в Тургайскую область. И нас перевозят, и эти 16 человек их сажают в вагон для перевозки заключенных. Я тогда уже увидел, почему-то у конвоиров хоженые перчатки с обрезанными пальчиками, такие, знаете, и немногословные. Ты с ним хочешь пошутить, и он у тебя смотрит, как на собаку. Ты знаешь, сердце такое бьется, ты чувствуешь предчувствие неприятных вещей. И начинают по одному уже в этом вагоне по одному вызывать, заварить в другое купе для досмотра. Досмотр – это процедура, когда тебя раздевают, смотрят, что у тебя есть на теле, и смотрят, что у тебя есть в сумке. Экзекуция ужасная, но это просто процедура досмотра. И такая процедура досмотра происходит, то есть ты заходишь туда, они говорят, Крючков, ты должен подхватить фразу, Крючков, Владимир Валерьевич, статья 173, это такая-то, это срок такого-то, то есть он должен сказать, не скажут, будут бить. И вот увидели первого человека, и мы слышим вот в этом вагоне ужасный, извините, крик, боль, удары, скрежет, стоны, первый человек. Потом смотришь, его побитого голову мимо тебя провели, соседнюю камеру закрыли. Мы говорим, дальше, следующий человек, удары, стоны, это жизнь. Но страна такая была, сейчас она, слава богу, потрясает. Удары, бьюги, скрежет, идут дальше. Следующий, и подходит твоя очередь, ты называешь свой срок, статью, а если они, ну, наркоманы и воровайки, да, то у тебя, извиняюсь, покушение на милицию, а для них это красная жемка, я для них не знаю. И я вспоминаю, как вот этот парень, который периметр, пересекал. Мне не страшно, знаете, в данном случае, вообще нет страха за Бога. Есть страх, что вот тебя, молодого парня, просто покалечат, отобьют почки, печень, и ты будешь инвалидом. Вот этот страх есть. Страх за будущее. И я вспоминаю эту домашнюю группу, благодаря которой я пришел, благодаря этому парню, который был добросовестный. Я вспоминаю, что мы там молились, и я могу обратиться к Господу, который, может, спасет меня в данной ситуации. Приходит моя очередь. Я захожу в эту камеру. Здесь солдат, здесь солдат, здесь солдат, здесь вещи, кровь, фекалии. Ну, когда бьются сапогами по голому телу, мне все всегда не выдержат. Я это наблюдаю. Раздевайся. Я начинаю раздеваться, пуговички не слушаются, растягиваю эту рубашечку. Здесь я вытряхиваю сумку всю. Один человек рассматривает, что у меня в рюкзаке, а другой вот так вот руками на вторую полочку, как в пласткарте, понимаете, о чем я сейчас? Облокотился, и драка начинается всегда вот так. Он руками держится, ногами бьет. И понеслась. Облокотился. Мне страшно. Я же слышал, что происходило. И в какой-то момент у меня здесь такой черный крестик был плетен из веревочки. Что, бегущий? Я говорю, да. Я думаю, ну, провоцировал сам. Надо было сказать, нет. Знаете, следующая праздника я была. Одевайтесь, не спешите. Мне, они же, это не придумано, они мне собрали мою сумку. Я спешил, я ждал, что все-таки, ну, наверное, последует удар этим сапогом куда-нибудь. Ну, не может же быть. Больше половины было избито до меня. Я вижу последствия. Я вижу эти брызги. Это страшно. И я, знаете, я был в восторге, когда я шел по вагону, я не понимаю, что я делал. Я понимал, что я всего-навсего помолился первый раз к Богу, молитву отеца, ну, пусть у меня они делают. Я иду по этому вагону, а они за мной несут те вещи, которые я все-таки в страхе, в панике заводят. Зубную щетку, мои вот, солдаты. Меня заводят в ту камеру, где уже все избиты, где они даже не отделись, потому что силами заводят от этого с вещами, с моей зубной щеткой. А вот сюда. И вот в тот момент, когда мне тяжело, когда я не уверен, что все получится, я не уверен, что я справлюсь, я не уверен, что мой автомобиль не сломается на пол пяти до Санкт-Петербурга. Я понимаю, а Господь довел меня до моего вот этого этапа. Он довел меня до моих сорока четырех лет. Он привел меня сюда вот такого, какое я и есть, женатого, с детьми, не по моим заслугам. Он просто привел меня и говорит, Володенька, неужели ты думаешь, что на сегодняшний день находясь здесь, а завтрашний день не позабочишься? Я просто тебе обращаюсь. Неужели ты думаешь, что ты, сидя здесь, когда ты будешь смотреть на Господа и ожидать от Него, неужели ты думаешь, что Бог о тебе не позаботится? Аминь. Букавый пытается заставить тебя смотреть на тебя же самого, на свои заслуги, на свои дары. Ну вообще, мы умерли до этого. Мы граждане другого царства. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сейчас просто встали, клавиши нет опять. С два сторони клавиши нет. Клавиши есть? Есть. Спасибо, доченька. Я хотел, чтобы мы сейчас встали и, может быть, ты вспомнил то чудо, тот столб, тот памятник, который есть в твоей жизни. Может быть, это не такое красноречивое свидетельство, но это мое свидетельство. Это то, на что я опираюсь, как же, в моем сердце суета. Но я тебя прошу, давайте просто сейчас помолимся, облокотившись на вот это твое, твое личное свидетельство, на то Божье чудо, которое Он сделал в твоей жизни. Да, если оно маленькое, на твой взгляд, этого достаточно для того, чтобы получить ответ для твоей сегодняшней ситуации. Господь, я благодарю Тебя, Отец. Давайте поднимем руки. Давайте просто помолимся. Отец, я благодарю Тебя за то, что я отпеку себя на призыв, но Ты ведешь меня. Ты никогда не оставляешь меня. Ты не оставляешь меня. И Ты сказал, что Ты начал во мне доброе дело. Не я его начал, Ты его начал. И Ты даешь мне ситуацию, вызовы по силам моим. И я прошу Тебя, Господь, чтобы то, что Ты доверил мне, чтобы у меня были силы перенести, не потерять это, Господь. Я молюсь просто сейчас за тот дар, Господь, за то чудо, Господь, чтобы мы смогли донести Твое сердце для неверующих, для неверующих родственников, для братьев. чтобы мы действительно были светом этому миру. Почему мы светим этому миру? Потому что мы не граждане этого мира. Потому что свет его не ставят под кровать, его ставят на подсвечник. Так как светилось, когда Моисей общался с Богом на горе, Он светился. Поверь мне, так же светишься Ты. Ты можешь не чувствовать это, но чувства, они обманчивы. Ты светишься, потому что Бог, Он уже сказал это. Его Слово, оно подтверждено. За каждым Словом есть золото, только не совсем золото, не тленное золото и серебро, а есть подтверждение. Христос это взял на себя. Во имя Иисуса Христа я молюсь, Отец, чтобы Ты просто дал нам силу идти дальше, Господь. Чтобы Ты восстановил доверие, Господь, между мужем и женой. Чтобы мы не своими силами служили, Господь, но Ты служил через нас, через наши глаза, через наши руки, через наши действия, через наш кошелек, Господь. Все положили под ноги, Господь. И Ты сказал, Ты сказал апостол Павел, что Ты все почитаешь читой, Господь. Все, что в мире было превосходством, Он сказал, я это почитаю читой, ради познания Иисуса Христа. И я верю, Господь, что мы почитаем это читой, Господь, потому что Ты в нашем сердце, потому что Ты свет нашей жизни, Господь. И я молюсь, чтобы Ты дал нам силы осветить те вещи, те скрытые и потаенные уголки, где мы что-то не отдаем Тебе, Господь. Чтобы Ты просто осветил это во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Отец. А, любимая. Благодарю Тебя, Господь.